Франция считает возможной отправку своих войск в Украину. Об этом во время пресс-брифинга в Одессе заявила председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве. Как сообщает политик в своих предыдущих выступлениях, президент Франции Эммануэль Макрон уже сказал, что не исключает ничего априори. Поэтому, по ее словам, в той позиции, которую Франция будет демонстрировать до конца войны, ничего не исключается и все остается возможным. Брон-Пиве подчеркнула, что не будет дополнительно интерпретировать слова президента, так как эта позиция достаточно понятна. Кроме того, в НАТО рассматривают возможность сбивать российские ракеты, когда они летят в сторону Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, в альянсе анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе стран блока. Но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Шейна подчеркнул, что агрессор не должен навязывать альянсу какие-то правила. В РФ должны привыкнуть к тому, что сторона НАТО начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине. Как сообщили в польских вооруженных силах, в связи с очередной ракетной атакой РФ на Украину утром 31 марта, в воздушном пространстве Польши уже работала авиация Польши и союзников. Мнение о том, что Североатлантический альянс должен сбивать российские воздушные цели, которые залетают в воздушное пространство стран НАТО, поддерживает и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис. В интервью Fox News он прокомментировал недавний инцидент с российской ракетой, которая залетела в воздушное пространство Польши, но ее не сбили. Глава литовской дипломации подчеркнул, если НАТО не будет реагировать на подобные случаи, это будет звучать как приглашение к повторению России аналогичных действий и в дальнейшем. Поэтому он считает, что страны альянса должны изменить позицию и послать очень четкий сигнал. Если это повторится, то ракеты и беспилотники страны-агрессора будут сбиты. Субтитры создавал DimaTorzok